Следовательность, да, когда асаны связаны между собой динамическими связками. За счет этого происходит очень такой мощный динамичный поток движения. Асаны гармонично, логично, вдохновляющие, одна перетекает в другую. Мы очень хорошо прогреваемся, очень хорошо потеем. И это действительно такая суперочищающая, супердетокс и суперсиловая практика. Мы на виньясах, флоу, мы прокачиваем вообще все тело. Вот, и так, курс открывается только на время. Да, все курсы, естественно, на определенное время открыты, до того времени, пока ты их проходишь. Потому что прикол моих курсов не в том, чтобы тебя подсадить на мои курсы, а в том, чтобы ты получила самостоятельно весь спектр инструментов к действию и могла сама выстраивать свою личную практику, понимаешь? Чтобы ты не покупала постоянно мои курсы и продукты, а ты просто вот один раз купила, и ты научилась сама выстраивать свою, какую? Такую, гармоничную, травмобезопасную, вдохновляющую, четкую и глубокую личную практику, понимаешь? Вот в этом цель вообще моих курсов. В том, чтобы ты сразу, ты, ну да, ты не подсела на подписку, да, а ты получила инструмент и пошла в свое плавание. Понимаете, в чем прикол? Почему пропали упражнения на ягодицы? Они не пропали, я их продолжаю делать. Ребят, просто у меня нет времени выходить в директ, в онлайн, но буду обязательно делать. Где почитать про курсы? Значит, ребят, все курсы у меня по ссылке в профиле. Давайте, сейчас я буду дальше вам рассказывать. Но ты в любой момент можешь продлить курсы, на самом деле, это не проблема, там за небольшие денежки их можно продлить. И, значит, у меня есть мой флагманский продукт, самый большой, самый масштабный курс, который называется «Через йогу к мечте». Это курс, который с 2018 года просто порвал все йогу-комьюнити, его прошло больше 6 тысяч человек, и люди улетели просто как на ракете инсайтов, просто в новую жизнь, в новое плавание, к новым возможностям после этого курса. Очень многие люди стали йога-тичерами после этого курса «Через йогу к мечте». Это легендарная история, я даже не знала, что он станет таким легендарным. Короче, насчет курса, ребят. Так, сейчас я вам расскажу по поводу «не успевала заниматься». Вот, и я сейчас отвечу на вопрос, я расскажу, что есть на этом курсе из интересного. Помимо того, что каждую неделю у нас открывается новый флоу, новые медитации, новые проноямы, все это очень логическим путем выстроено таким, что происходит не только работа с телом, а происходит еще внутренняя работа, внутренняя трансформация. То есть вы пришли на курс одним, с какими-то страхами, переживаниями, нестабильностью, дисбалансом, какими-то предчувствиями, и наша задача вас прям супергармонизировать, проработав все, что не нужно, отпустив все, что не нужно, усилив все то, что нужно, наполнив вас энергией, знаниями, ресурсом, и запустить вас, как ракета, в свое свободное плавание. Плюс на этом курсе есть блок, который называется «Принципы построения личной практики», ребят. И это о том, чтобы вы, реально не о том, чтобы вас подсадить, да, чтобы вы со мной чуть-чуть позанимались, вам понравилось, и вы такие, ой, я хочу дальше покупать, покупать. Нет, а чтобы вы просто научились сами ее строить. И где бы вы ни находились, на Бали, на даче, дома, на улице, где угодно, вы могли расстелить коврик, и вы знаете, что вы будете на этом коврике делать, понимаете? Вы расстелили коврик, и вы знаете, как вам проработать свое тело, проработать с умом, проработать с какими-то, сделать те акценты, которые вам нужны сегодня. Вот, например, вы сегодня проснулись, чувствую, что у вас спина болит. Раз, вы знаете, как реагировать. И плюс, чтобы это было не скучно, да, потому что знаю, что очень многие люди считают, что йога — это скучно. Изначально прямо в основе моего, всех моих курсов лежит вот этот принцип, что йога — это не скучно, ребят. Йога — это очень прогрессивно. Йога — это невероятное путешествие, когда мы просто, погружаясь в себя, работая со своим телом, становимся суперчувствительными ко всем аспектам нашего бытия, и каждый момент мы наблюдаем, как он распускается, новым многообразием оттенков и вкусов нашего опыта, который мы переживаем. Вуаля, это невероятно. Так, Максик пришёл в чат, наш Максик. Макс, привет. Да, мы смешали все, как смешали, мы не смешали, мы соединили, мы сделали синтез, синтез йоги, медитации, пранаямы, психологии. И это бомба, это бомба, которая просто на ракете вас уносит в новый... Очень многие люди, я говорю, стали преподавать после курса «Черезиогу к мечте». Реально. Был вопрос, Анико, а если я не успеваю за тобой, что мне делать? Ребят, вот я на этом хочу заострить внимание. Вы знаете, что сила йоги в том, и её просто невероятность, её удивительность, в том, что вы можете взять от йоги ровно столько, сколько вы готовы в данный момент от неё взять. Это как... У вас есть сейчас мощность, определённая capacity, да? И вот вы вот столько готовы, а вот больше не готовы. Вы вот... Ну не готовы вы заниматься час. И вот то, что вы готовы заниматься только 15 минут, ну потому что, ну вот не идёт, да? Так вот, ребят, то, что вы позанимаетесь, 15 минут даже вместо часа уже для вас будет огромным прогрессом, который изменит всё. То есть йога позволяет брать от неё всё столько, сколько ты можешь, даже чуть-чуть, но это уже запускает мощнейшие внутренние и внешние изменения в твоём теле. И даже если ты будешь просто делать 15 минут, Сурин и Маскар каждый день, да? Вот отчередён к мечте в его основе вот это, то, что, ребят, прогресс, реальный прогресс даёт не впахивание по 2,5 часа, как псих, да? Не это даёт, а маленькая, но регулярная практика. И та практика, которая приносит вам настоящее удовольствие, потому что то, что мы делаем без удовольствия, не идёт на пользу никогда. Это как еда, это как впихивать в тебя сок сельдерея, когда тебе тошнит от него, да? Ну ты знаешь, что это полезно, понимаете? И опять же, это всё про поиск баланса, поэтому берите от йоги, берите от курса столько, сколько вы готовы взять, и это уже запустит супермощный процесс. Я это знаю просто, поверьте мне. Дальше. Серёга, мне нужен этот курс. Подожди, у тебя же есть уже этот курс. Через йогу к мечте, ты что, не брал его? Вот тебе нужно было его взять. Так, йога – это охренеть, как не скучно. Да, абсолютно. Дальше. Не понимаю, какие сейчас есть курсы. Значит, ребят, первый курс, который является моим флагманским продуктом, называется «Через йогу к мечте». Его можно найти по ссылке в профиле. И в ближайший день, через сутки, мы повысим на него стоимость, потому что мы её чуть-чуть скинули, когда запустили метаморфозы. Но сейчас, но он продолжает, на самом деле, настолько круто менять жизнь людей, что я понимаю, что это очень крутой курс. И польза от него невероятная. Невероятная польза. Поэтому через сутки мы повысим цену. И кто сейчас прямо хотел давным-давно купить, можете бежать по ссылке профиля и быстро покупать. Потому что через 24 часа я прямо после эфира анонсик запущу, и будет повышена стоимость. Я переживаю, что моё тело не сможет так же пахать в практике. Но очень хочу. Послушай, я только что про это говорила. Не нужно делать 2,5 часа. Начни с малого. И это малое посеет в тебе семена, которые потом распустятся в невероятные цветы прогресса. Понимаешь? Наш прогресс, ребят, растёт из 15 минут в день приветствия солнцу. И когда вы начинаете это делать, просто 15 минут в день приветствия солнцу, это строит вашу основу, вашу базу, на которую вы дальше можете нанизывать и чувствовать готово. Вот сегодня, может быть, вы готовы будете уже не 15 минут, а 30 сделать. А вот завтра вы раз и уже 45 сделали. Но даже если нет, то всё равно 15. Я хочу сказать, что в простоте и в малости, ну в так называемой, да, внешней, на самом деле огромная сила и база. Вот что я хочу сказать. Поэтому, ребят, не бойтесь. У меня нету двух с половиной часов на курсе, у меня нет таких практик. На курсе в нашей практике час-полтора. 20 минут, час-полтора. Вот так. Дальше. Анико, спасибо за тот эфир. Я подняла цену на свои занятия и меня поддержали. Слушай, я сейчас заскринил твоё сообщение. Поздравляю. Да, ребят, после нашей встречи денежной люди улетели просто в стратосферу своих возможностей на катапульте инсайтов. Это была моя цель. Потрясающе. Все повысили цены, все запустили продукты. Кто-то там открыл, кстати, тату-салон. Девочка, которая была художником-иллюстратором, мечтала открыть тату-студию и стала открывать. Потом ещё одна девочка запустила женский ретрит и так далее. Ну, что-то там, консультации или какие-то проекты. Не знаю, да? Вы же как бы где-то работаете. Так вот, ребят, самое важное правило, которое я прожила через тело и которое реально работает, это если ты хочешь продавать дорого свои продукты, то ты должен покупать дорого какое-то обучение, например, да? Если ты продаешь обучающие продукты, покупай дорогое обучение. Потому что когда ты покупаешь что-то, что кажется тебе дорого, ты на уровне тела проживаешь ценность. На уровне тела ты проживаешь ценность продуктов, понимаете? И потом ты уже из тела позиционируешь свои продукты более дорогим образом. И это получается легко и органично. Вуаля, поэтому это главное. Не бойтесь платить дорого за обучение. Это инвестиция прежде всего в ваше состояние, ребят. И то, что вы купите, во-первых, тот результат, который вы получаете, когда вы покупаете продукт, дорого. Он нереальный, чем результат, который вы берете за донейшн. Вспомните, вы занимались на уроках за донейшн. Вот вспомните реально. Конечно, бывают исключения, но мы сейчас не про исключения, а вот про правила. Когда я занимаюсь донейшн, для меня это просто фан. Все, я не беру оттуда. Это не меняет мою жизнь. Когда я плачу 100 тысяч за консультацию, или 17 тысяч, или 50 тысяч, я чувствую эффект мгновенно. И вуаля, это еще одна история о ваших возражениях для тех, кто говорит, что это слишком дорого, это слишком дорого для меня. Нет. Все, что любое обучение, чем дороже оно стоит, тем больше результата, эффекта и силы оно дает вам. Так, добрый день. Когда вы запустите teacher's курс? Да, мы собираемся его запускать. У нас проблема исключительно с организацией. Мы очень хотим. Я понимаю, что есть огромный запрос на teacher's. И я знаю, что мне немножко страшно, но поскольку моя концепция – это идти в страх и использовать страх как точку роста, то все, я уже не могу себе позволить не сделать этого, поэтому будет teacher's курс в максимально быстрое время. Сегодня мы встречаемся с Максом и обсудим это. Так, хочу к тебе прийти завтра на практику. Приходи, конечно, это будет единственный раз, когда я буду выступать в таком огромном и красивом зале. Пальма Space. Театральный зал особняка Пальмов. 12.00. Приходите. Дальше. Итак, ребятки, давайте дальше продолжим про мои курсы. Я вот про обучение преподавателя я только что ответила. Значит, через дёху к мечте. Кому он подойдет? Он подойдет вам, если вы суперновичок, если вы вообще дуб дубом, да, если вы просто коврик, ну, у меня есть пенка, типа, вот если вы такой, он вам идеально подойдет. Если вы пробовали заниматься, но бросили, он вам тоже офигенно подойдет. Почему? Потому что, сейчас я расскажу почему, если вы уже давно-давно-давно занимаетесь и уверенно себя чувствуете в дёхе, и вам хочется разнообразия, каких-то новых флоу, новых практик, он вам идеально подойдет. И если вы титчер, ребят, если вы преподаватель, вот вам он подойдет вообще идеально. Сейчас я расскажу, почему. Значит, итак, если вы новичок, на каждой неделе у нас есть по два полноценных видео с отстройками базовых асан, где мы разбираем базу, теорию, да, теорию биомеханики. Например, вирабхадрасна 2, куда мы толкаем плечи, как мы удлиняем бока, куда мы разворачиваем бедра, как мы раскрываем грудь, куда мы тянем центр груди, корпус выходит или не выходит вправо, да, где находится пятка, где находится колено, какой угол. То есть мы прямо досконально на видео разбираем отстройки для того, чтобы мы могли их усвоить через тело. И дальше, когда мы движемся в потоке, они уже у вас органично происходили сами, вы не задумывались слишком сильно и комфортно себя чувствовали. Поэтому для новичков прям топчик. Для тех, кто занимался, но бросил, такая же история. Если вы бросились, скорее всего, вам стало скучно. Скорее всего, вам стало скучно, ребят. И вот мои курсы, они вообще не о скуке. Вот реально, они для людей, которым скучно. Вот реально, они для людей, которым скучно. Вот если вам будет скучно в этом курсе, я вам верну деньги, серьезно. Потому что все мои практики, все мои флоу, они построены так, что вы не сможете заскучать. Потому что, во-первых, мы очень глубоко погружаемся внутрь, да? Мы не вовне. Нам скучно, когда наш ум хочет развлечься. Правильно, ребят? Когда нам скучно? Когда мы сидим и думаем, вот блин, чем бы мне мой ум развлечься? Что-то он закис, ему хочется каких-то впечатлений новых, да? А мы что делаем на йоге? Мы наш ум расслабляем. Мы выключаем сознательно этот обусловленный, рациональный ум и уходим внутрь, туда, где происходит все самое интересное. А то, что происходит внутри, ребят, это бесконечный перформанс просто. Это многообразие оттенков и вкусов каждого момента, которые раскрываются. Это просто каскад, калейдоскоп инсайтов. Все знают это, ребят. Поэтому вам точно не будет скучно. Ну и плюс мои последовательности не повторяются никогда. На каждом флоу абсолютно новая практика. Дальше. Если вы уже стабильно занимаетесь, вам хочется чего-то новенького. Все, это понятно, да? Полное разнообразие. Очень прогрессивные, необычные, классные, динамичные, силовые, сильные и укрепляющие ваше тело практики. Но если вы титчер, вообще вам просто в кайф. Вы тупо берете все мои практики, копируете их, я разрешаю, копируете их и выдаёте как офигенный свой класс. Вы что-то добавляете от себя. Для вас, для учителей, это запустит очень крутой творческий процесс. Потому что вы увидите, как можно по-другому. Как можно давать своим флоу какие-то интересные, необычные темы, трогающие вас. И, скорее всего, мои флоу вас заставят создать что-то невероятное своё. Что-то очень-очень творческое, очень классное, очень аутентичное своё. Поэтому я вам точно могу сказать, что титчеры, мой курс, это ваша катапульта к креативному, творческому преподаванию, к тому, чтобы ещё более полноценно раскрыть себя. Вуаля. Поэтому через Йогу к мечте я подходит для всех четырёх категорий. Новички, занимался бросал, продолжающий, йога-тичеры. Для вас. Переходите по ссылке профиля. Или завтра мы поднимаем цену. Вот. Что ещё могу сказать? У меня есть следующий курс, который называется «Чакра флоу». Этот курс в нём всего семь дней. Ну, как бы это всё растянуто больше во времени, но всего семь флоу. Почему семь? Вы уже догадались, потому что у нас семь чакр. И на этом курсе мы подробно прям рассматриваем теорию об энергетическом теле. О том, что у нас есть не только физическое тело, но ещё и энергетическое. Это оболочка, энергетическое тело, которого мы… Чакра флоу он называется. Тоже ссылка в профиле. Которого мы не видим. И каждая из наших энергетических центров, да, у нас их всего семь. Это базовая – мулатхара. Вторая – сахасрара. Это низ живота. Третья – манипура. Четвёртая – анахата. Пятая – вишудха. Шестая – аджна. И седьмая – сахасрара. Все вот эти семь энергетических центров, они связаны не только с внутренними органами, которые располагаются вблизи этих чакр, этих центров, но также и с качествами нашей личности. И влияя на энергетические центры через йогу, через медитацию, через концентрацию, мы можем балансировать те качества, которые у нас недостаточно прокачаны. Ребят, когда я снова приеду в Москву, больше пока не приеду, надо было приходить на занятия. Ну, извините, ребят, ну, честно, надо было приходить на занятия во вторник, потому что… Вуаля. Влияя на все эти энергетические центры, мы можем реально очень круто усилить те качества, которых у нас в жизни не хватает. Понимаете? Там, не знаю, сексуальность, чувственность или деньги, стабильность или эмоции, любовь, отношения или творчество, самовыражение, самопрезентация, создание, созидание или видение, интуиция. Все это мы можем прокачивать, работая с чакрами. И я создала курс, который называется «Чакра-флоу», где мы через йогу, через асану как раз-таки работаем с энергетическими центрами. Вы можете выбрать, какой вы сегодня хотите прокачать центр. Можете выбрать. Вуаля. Очень классный курс. Каждое видео длится час. И есть медитация на каждый энергетический центр и флоу. А, ребят, но медитация там вообще улёт. Это йога-нидры. На каждую чакру у нас йога-нидры. Можно делать лёжа. То есть ты просто ложишься, входишь в альфа-состояние, я погружаю вас в транс, и вы через этот транс путешествуете к той чакре, которую мы прорабатываем. И на этих медитациях я использую технику терапевтической метафоры. Это техника из психотерапии, когда через метафору, через сюжет мы прорабатываем какую-то актуальную для вас на данный момент тему. И вы можете измениться, трансформироваться, улучшиться через это. Вуаля. Это чакра-флоу. Семь флоу, семь медитаций. По-моему, доступ на месяц или на два, я не помню. Все курсы мои можно продлевать. Третий курс, самый свежий курс, метаморфоза. Это что-то с чем-то. Метаморфоза, ребят, чем он отличается от «Черезёгу к мечте», тем страхи прорабатываем, ребята. Вообще про работу со страхами я скажу чуть-чуть спасибо, говорят, что у меня прекрасный голос. Спасибо, ребят. На самом деле, кто-то мне даже писал, знаете, про однажды. «Анико, я не хочу покупать твои медитации, потому что у тебя всё время очень задорный и очень динамичный голос». Я ей пишу. Подруга, ну, слушай, ну, ты думаешь, я вот так говорю на медитации? Итак, ребят, сейчас мы ложимся, закрываем глаза, делаем глубокий вдох и выдох. Я говорю, ты вообще в своём уме? Ты думаешь, я так веду медитации? Говорю, нет, я очень много работала над своим голосом специально, чтобы варьировать, чтобы погружать. И, естественно, я в адеквате, мои медитации записаны совершенно другим голосом. Валя. Примерно таким. И сейчас давайте закроем глаза, сделаем глубокий, медленный вдох всем телом, каждой клеточкой. И выдох через рот. Вот примерно так. Так что, да, перед сном. Вот. И давайте сейчас про метаморфозу поговорим. Или нет, давайте сначала тогда про медитации. Третий курс – это курс по медитации, который называется «Ты мечты». Ты мечты своей мечты, по факту. То есть ты такой, таким, каким ты мечтаешь быть, потому что ты на самом деле являешься таким. И в этом курсе 11 медитаций. И ещё одна бонусом, 12-я для пробежки. Ну, у вас она и так уже есть. И эфир будет чуть-чуть, сейчас я уже заканчиваю. И смысл этих медитаций в их терапевтическом эффекте, что эти медитации, которые я записала, они посвящены самым актуальным и самым важным для нас темам, которые у нас у всех болят. Медитация, да, это любовь к себе. На этой медитации мы общаемся с телом, мы говорим ему все свои любимые слова, все свои слова о любви, о том, что я люблю тебя, я тебе благодарен. Спасибо, что ты всегда со мной. Извини, что я так к тебе постоянно отношусь, я тебя постоянно ругаю, что у тебя жир какой-то там. Я постоянно тебя не даю есть. Достаточно. Вот. Это происходит на медитации «Любовь к себе». У нас там 11 тем, ребят. Это страхи, да. Наши самые страшные страхи, мы обращаемся к подсознанию и находим самый актуальный для нас страх в моменте. И потом мы его локализуем в теле и прорабатываем, отпуская. Потом есть потрясающая медитация, которую я обожаю. Это моя авторская медитация. Я придумала от начала до конца, полностью нигде не вдохновилась. Медитация, ну и, кстати, все на самом деле медитации, они полностью все авторские. Медитация обиды. И я могу рассказать вам сюжет. Сюжет топчик просто. Вы офигеете. Может быть, даже сейчас кто-то отпустит обиду. Сюжет такой. Ты воин. И ты идешь по лесу. Кстати, для того, чтобы погрузиться в сюжет, естественно, это все должно происходить не на уровне мысли, а на уровне состояния. Для этого мы сначала в течение 10 минут примерно входим в альфа-состояние. Мы переключаемся с бета-активности волновой мозга на альфа. И когда мы вошли в альфа-состояние, мы уже полностью расслаблены, ум расслаблен, и мы можем общаться с подсознанием. Так вот, ты воин, ты идешь по лесу. И ты, короче, ты идешь по лесу, ты преодолеваешь препятствия какие-то, идешь, 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 и доходишь до горы. И дальше ты залезаешь на эту гору, и на горе ты видишь привязанного, связанного веревками прямо на вершине какого-то человека. И ты видишь, что ему очень плохо, реально, он там уже все, он обессилен, он обезвожен, у него чужодовичная жажда, дикая жара, ему очень плохо, он страдает. Он связан веревками. И ты подходишь к этому человеку, и ты смотришь, и ты узнаешь в нем человека, который однажды очень сильно причинил тебе боль. Просто кто-то, я нигде не обучалась, я обучалась на курсе йога-нидра. Вот вопрос, где ты обучалась медитативным техникам? Ребят, если вы понимаете, как работает мозг, как он устроен, как работает физиология мозга, то вы можете сами создавать свои медитации. Я обучалась на курсе йога-нидры, где мы изучали погружение в гипноз, гипнотичные состояния, ну, состояние гипноза, разные альфа-состояния, тета-состояния, как туда входить, разные методы директивного гипноза. И поэтому в каждой моей медитации начинается именно с ввода в это гипнотичное альфа- и тета-состояние. Тета-состояние — это уже совсем когда ты перед сном. Так вот, когда ты готов заснуть. И ты смотришь на этого человека, и ты узнаёшь в нём… Не, не себя. Ты узнаёшь в нём того, кто очень сильно тебя обидел. И ты стоишь перед ним и переживаешь всю ту бурю чувств, которые в тебе до сих пор остались, потому что эта обида, она не прошла, да? Мы удерживаем обиды. И обиды, которые в нас есть, они блокируют нашу энергию очень сильно. И очень сильно ресурс утекает туда. И мы думаем, почему у нас нет сил? Да, блин, потому что мы вот это в себе держим, мы на это тратим огромный ресурс бессознательно. Мы же не думаем всё время о том, что мы обижены на кого-то. Но тем не менее ресурс туда стекает. Если вы сейчас подумаете о том, у меня есть такой человек, но я, слава богу, проработала эту обиду, и сейчас я ровно, у меня ровно. И я создавала эту медитацию, я думала об этом человеке. Но для многих из вас наверняка какие-то обиды всё ещё свежи в вашем теле, в вашем памяти. Именно на уровне тела, вот почувствуйте, да? Вспомните этого человека, вспомните эту ситуацию, которая с вами как-то плохо поступила. Вы страдали, он вам причинил боль. И вот ты стоишь напротив него, он связан верёвками. И вдруг ты смотришь в свою руку и видишь в ней меч. И ты понимаешь, что сейчас ты можешь сделать с ним всё, что угодно. Ты можешь ему отрабить голову, ты можешь его убить, да, по идее. И дальше в тебе пробуждается, внутри тебя пробуждается вот эта вот трансформация. И ты, вместо того, чтобы отрубить бошку этому гаду, который тебя обидел, да, ты перерубаешь его верёвки и отпускаешь его. И он смотрит на тебя глазами благодарности, просто наполненные глубокой благодарностью. И уходит. И он уходит, и ты смотришь, как он идёт по лесу. И его фигуры становятся всё меньше и меньше. И в какой-то момент он вдруг оборачивается и смотрит на тебя. И ты узнаёшь в нём себя. Вуаля! Вот, это просто один из пример медитации. Также у нас там и работа с родом. Мы там прощаем наших родителей и чувствуем всю силу нашего рода, которая стоит за нами и поддерживает нас, чтобы мы шли вперёд, чтобы мы действовали. Сила наших возможностей. Мы раскрепощаем, пробуждаем свой потенциал. Ну, короче, куча всего. Вот, это курс медитации. Он длится месяц, доступ там месяц. Там два формата участия. На втором формате участия ещё есть альфа-практики дыхательные. То есть практики, исполняющие желание. То есть тоже погружаемся в альфа-состояние через дыхание. Такое... И манифестируешь своё намерение в таком состоянии. И мы дарим ещё подушку для медитации. Очень клёвую подушечку, где она... Там, ну, далеко. Вот. Ну и последний курс, ребят, он тоже есть по ссылке профилей. Называется «Ты мечта». И последний курс — это метаморфоза. Это курс, который очень похож на курс «Через йогу к мечте». Прям очень похож. Но в нём нет отстроек. И в нём другие флоу. Прям самые актуальные флоу, которые только могут быть. Суперпрогрессивные. На каждом флоу мы осваиваем одну сложную асану. Такую сложную, о которой вы даже мечтать не можете. То есть, например, вот за одно занятие вы встанете в пинчу. За одно занятие вы сделаете вишвамитра асану. Там. Или аштавакрасну. Ну, короче говоря, куча... Десять разных асан, которые мы прямо за один флоу осваиваем. И во время этого флоу вы даже не замечаете, что по факту мы готовимся к освоению этой сложной асаны. Вы думаете, что мы просто танцуем, что мы двигаемся в потоке. На самом деле мы прокачиваем все те нужные мышцы, которые нам нужны для этой асаны. Вот. Если я никого не могу увидеть, но это просто вопрос времени. Значит, ты не... Вообще, ты сейчас делала... Ты делала эту медитацию на курсе прямо? Ну, сейчас же мы не делали медитацию. Сейчас мы просто... Я рассказывала сюжет. Так, Ольга, до свидания. Bye-bye. Так, ребят, вуаля. Что еще я хочу сказать? И курс метаморфозы, он тоже длится... Там очень много авторских медитаций. Там дофига классных пранаямс вместе с петручаней. Аня Петручанин ведет пранаямы. И там очень крутые флоу. Еще там есть бонусы. Это музыка от Колупанова, Саши Колупанова. Вуаля. Так что, ребят, все курсы по ссылке в профиле. И завтра мы поднимем цену на все мои курсы. Вуаля, это пришло ко мне после нашей встречи с Гришей Потемкиным. Я поняла, что все так теперь будет. Так что успевайте сейчас взять по самой-самой низкой цене. Вот, если у вас есть еще какие-то вопросы про йогу, прям кидайте. Как ко мне приходят такие сюжеты? Ну, так это моя работа. Я хочу написать медитацию через альфа-состояние, тоже через подсознание. Я выхожу в контакт с подсознанием и создаю, естественно. Я не надумываю, я сижу, вы думаете, я надумываю, так, блин, как можно было бы про обиды рассказать? Нет, я как бы вхожу в медитацию сама, и эти образы сами приходят просто. Вот. Ребят, пишите еще вопросы про йогу, про курсы. Четыре курса через йогу к мечте, чакра флоу, ты мечты этой медитации и метаморфоза. Огромный, расширенный, суперкинематографичный курс. Это, кстати, первый в России кинематографичный курс по йоге, который снят в нереальных локациях волшебниц. Никаких тебе йога-студий, никаких тебе занавесок белых. Только обрывы, море, просто масштаб, пещерные города, дроны. Так что та картинка, которую вы видите, она уже вас трансформирует. Вы можете даже не заниматься йогой, вы просто смотрите. Вот. Ну что, ребят, давайте, я жду ваших вопросиков. И хочу сказать, что когда вы приучаете себя покупать дорогие продукты, покупать дорогое обучение, вы с большей легкостью начинаете продавать свои продукты, свои проекты за гораздо более высокую стоимость. Это работает очень просто. Я, например, постоянно беру консультации, и хотя я могу по бартеру, да, ну, со специалистами работать, там, с психологами, с нутрициологами, я всегда плачу за консультации, всегда, потому что, блин, потому что так надо. Я не знаю почему, потому что это баланс, это внутренний энергобаланс. Да, даже если мне говорят, Никода, я тебя так люблю, ты такая клёвая, короче, давай я тебе бесплатно занимаюсь с тобой психологией. Нет, я всё равно плачу, вот. Это важно. И вообще учиться — это кайф. Учиться — это самая крутая инвестиция, которая может быть. Так, там вроде нет метаморфоз. Как нет? Серьёзно? Практикуете ли вы инсайд-флоу? Слушайте, ну я пробовала инсайд-флоу, это фан, это фан, это просто веселье. Инсайд-флоу, ребят, это такая очень быстрая, динамичная, попсовая история. Это не йога, это просто движение на коврике там, где асаны, например, знаете, как называется? А, метаморфоз нет? Сейчас давайте я ссылку кину. Там тоже самое aniko-yoga.com.metamorphosis. Сейчас, анику, йога. Сейчас я напишу вам. Пишу. Я расскажу про инсайд-флоу, это такая ржака. Сейчас. Мета, мор, фоузис. Вот он. Анику, вы можете пакет со всеми курсами сделать? Слушайте, да, уже давно пора это сделать, я сделаю обязательно. Делаю, прям сегодня скажу своему технику. Вот. Информация по новому туру. Да, ребят, кто, кстати, спрашивал про йога-тур? 24 мая мы едем в Крым. Там ребята уже купаются, я смотрю, что в Крыму происходит. У них там жара, они все в майках ходят, они кайфуют. В общем, короче, 24 мая, ссылка в профиле. Места ещё есть, присоединяйтесь, будет, как обычно, наша мощная улётная программа. Какой курс лучше для новичка? Через Йогу к мечте. Железно. Я объяснила почему, потому что там есть отстройки. Это 8 недель прокачки. Анику, вы говорили, что будет тичеркуз. Будет, я же говорила сегодня на эфире. Очень скоро будет, мы сейчас уже готовим его. Дальше. Inside Flow. Ребят, короче, Inside Flow это ржака. Реально, это ржака. Это один кореец. Придумал, значит, типа танец на коврике. И он решил асаны взять и назвать их по-своему. То есть, например, уттанасана, он называет уттана, уткатасана, утката. Короче, это ржака, реально. И он, значит, они двигаются. Сейчас покажу вам, как. Сейчас я покажу, вы поржёте. Сейчас я сниму специальные носки, чтобы не упасть. Сейчас, ребята, это будет ржач. И это, значит, примерно это выглядит всё вот так. Значит, Inside Flow. Значит, он. Inhale. Inhale. Exhale. Uttana. Inhale. Utkata. Exhale. Step back. Inhale. Warrior one. Warrior two. Они же exhale не говорят. И вот они всё время двигаются вот так. Раз. 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 Вот так вот перековырнулись. Раз. Потом раз. Сюда. Пошли быстрее. Раз. 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 Четуранга. Ху. Вот это Inside Flow. То есть, они как сумасшедшие всё время движутся на своих ковриках. Utkata. Uttana. Вот. Это реальная ржака. Я не считаю, что это классно. Во-первых, посмотрите, как выглядят люди, которые занимаются Inside Flow. Они жирные. Я прошу прощения, но Inside Flow, в нём ноль фиксаций. Ноль. Ты всё время движешься. Да. Это аэробика. И плюс это вообще не йога, потому что они не работают с дыханием. Они не работают вообще с отстройками. Поэтому, если у вас травмы, ребят, я не знаю, как вы будете заниматься Inside Flow. Как бы это реально тема, которую вы можете себе травмировать конкретно. Но если это фан, то почему нет? Просто по фану поприкалываться можно. Но это не йога, ребят. Это не йога. Поэтому я в этом плане за виньяшу. Виньяша гораздо более структурная. Она всё-таки балансирует на грани традиций и тренда. Inside Flow ничего общего не имеет с йогой. Это вообще. Это не йога. Не йога. Так, скажите, не будете ли вы преподавать? В смысле? Где? Я преподаю завтра в Питере. Приходите. А ещё круто было бы сделать абонемент. Да, прикольно. Ну типа вообще подписку, да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует... 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 И они точно так же будут тебя любить и точно так же будут к тебе приходить. Но ты не будешь работать на чужой Грегор, понимаешь? На чужого дядю. Так что я тебя просто благословляю валить из этой студии. Хотя это очень классная студия, ты можешь ей быть дико благодарной, она тебе помогла вырасти. Как вы относитесь к занятиям по Zoom? Вот так, очень классно, всё классно. Так, дальше. И, ребят, если ещё есть какой-то вопрос, прям спрашивайте, потому что я уже буду заканчивать. И ещё раз я напомню, что с завтрашнего дня у нас будет повышение цены на все курсы, на Черезёг мечте, на Метаморфозу, на Чакрофлоу, в общем, на все курсы. И сегодня последний день, когда можно их купить по старой цене. Да, всё жёстко, но это так, мир не стоит на месте. Миленькие, я очень вас люблю и вообще вам безумно благодарна и за сердечки, и за ваши комменты, и за вашу поддержку. И я очень люблю с вами делиться опытом, и больше всего я обожаю, когда мой опыт кому-то пригождается. И я знаю, что это моя миссия. Это моя миссия просто подсветить что-то, и у человека всё меняется. Валя, был ли у меня когда-либо синдром самозванца? Потрясающий вопрос, сейчас я про него всё расскажу. Нет, потому что у меня всегда было ощущение того, что всё, что ты создаёшь, что бы ты ни создал, оно абсолютно уникально. Ребят, если у вас есть синдром самозванца, а это что? Это когда, блин, да что я могу сказать в этой области? Я не актуален, я не уникален, уже так много экспертов, а я что? Да я-то вообще никто, да что я вообще знаю о йоге? Да я даже на шпагатине сижу-то, да что я вообще могу дать людям? Вот они уже, о-о-о, София, привет, йоу. Они уже вот, о-о-о, вот там, а я где? А я, о-о, где я? Я даже, даже не знаю, вообще фиг знает, где я. И не буду я даже начинать. Вот это синдром самозванца, ребят. Я хочу сказать, что это большая ловушка и большая иллюзия, огромная иллюзия в вашей голове, потому что каждый из вас абсолютно уникален. Такого человека, как вы, больше нет на планете. Просто представьте это. Нету вообще такого человека, больше никогда не будет, не было. Вы абсолютно уникален, и ваш опыт абсолютно уникален. Всё, что вы прожили в жизни, всё, что вы прочувствовали, всё, что с вами было, это невероятно, ребят. И ваше мнение уникальное, ваше видение уникальное. Вы не можете быть самозванцем, потому что вы уникальны. И просто поймите, что, например, даже когда вы создаёте продукт, вы можете вдохновиться чужим продуктом, правильно? Вы можете, например, курс через йогу к мечте пройти мой и сделать свой курс через йогу к стратосфере, не знаю, всё, что угодно. Ракета желаний, не знаю, йога моей мечты, да. Всё, что угодно. И это будет ваш уникальный курс. Потому что даже если это будет информация, которую вы увидели у меня, вы пропустили её через призму вашей уникальной личности, ваших уникальных качеств. И вы создали абсолютно уникальный свой личный продукт. Поэтому вы не можете быть самозванцем, потому что вы уникальны. И потому что мы все являемся учителями друг для друга. Понимаете? Что сегодня я у вас в роли учителя, а завтра вы в роли моего учителя. И мы все, ребят, учителя друг для друга. И опыт каждого из нас уникален. Потому что у меня... Вот, подожди, где девочка, которая задавала этот вопрос? Где ты? Вот, vegetarian V. Потому что у меня, vegetarian V, никогда в жизни не было такого опыта, как у тебя, vegetarian V. Понимаете? И поэтому как ты можешь быть самозванцем, если твой опыт уникален? Ребят, надеюсь, что я нормально ответила про синдром самозванца. Не бойтесь делать ничего. Не бойтесь создавать новые продукты. Даже если они похожи на чей-то продукт. Это ваш продукт. Вы его пропустили через себя. И он уникален. Не бойтесь делать. Не бойтесь. Просто идите и делайте. Я вас благословляю. Так, кто...